Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В начале июня ко мне приходил человек по знакомству выполнять строительные работы. Между нами, как мне показалось, пробежал искра. Через неделю я написал ему сообщение, спросил, может ли он прийти и помочь. Мне кое-что сделать, подумал, вот и необходимую работу скинуло. Сообщение прочитал в тот же вечер, но не ответил, мило проигнор. Ладно, пусть так, сама все сделаю. Пару дней подождал и так и не дождавшись ответа, сама попыталась сделать работу. Через 4 дня после моего сообщения он перезвонил мне, ответил на сообщение, сказал, что может приехать через час, сделать работу, которая уже сделала. Приехал и сделал другую работу. С тех пор я периодически вызываю его, при необходимости сделать что-то, что сама не в силах, помогая мне по дому, вместе делаем дела и общаемся. Пару недель позвонил ему в субботу, спросил, когда он может прийти, помочь построить теннижный стол. Телевер был отключен, в выходные он прозвонил в понедельник. Подобрать, вероятно, писал ему в воскресенье. Думаю, что он прочитает, он в понедельник. А телевер у него оказался включенным, а через несколько минут ответил, обычно у него рабочая терапия отключена. На выходные последующие сообщения он тоже читал и тут же отвечал. Он помнит мелкие детали обо мне, сдержи направляет в заботу, он сокращает физическую дистанцию и нарушает мое личное пространство, приказы и возможности. Хочу понять, зачем он так себя ведет, но у него спросить лично не могу, так как знакомый мне не так долго и, конечно же, не хочется неудобных моментов, вдруг мне это показалось. Что можно сказать о мужчине и его отношении ко мне? Судя по выше перечисленному, может, просто рабочий момент, а остальное я буду буду сама. Скринь нашей переписки прикрепляю. Он серый, я синий. Ну, переписку я читать не буду, я считал, что это лично. Вот, и я не думаю, что с точки зрения этики вы поступаете хорошо, а как бы выкладывая без согласия другого человека переписку, да, публично. Поэтому, да, это, как бы, это ваш выбор так поступать, это ваше решение, но я поддерживать данное не могу. Смотрите. По описанию я бы сказал, что мужчина действует так, как он действует, по той простой причине, что видит с вашей стороны симпатий. То есть вы ему, скорее всего, приятны, и быть ему бы и нет, если вы не против. То есть он будет вести себя так, потому что вы позволяете. И все. Но совершенно очевидно, что он вам нужен больше, чем вы ему. Хотя бы потому, что вы все время пишете первое, все время его вызываете, все время выступаете инициатором. Диалог. Компакт. А он просто этим пользуется, когда удобно ему. То есть, по большому счету, вы находитесь, к сожалению, в неравных позициях. И вот это является основной проблемой. Потому что, чтобы выстраивать отношения, чтобы выстраивать именно отношения, нужно быть в равных позициях. А вы находитесь в неравных позициях. Поэтому здесь, с точки зрения, вот, ну, выравнивания, выравнивания, скажем так, ваших позиций, с точки зрения, выравнивания ваших позиций, было бы уместное следующее, если бы сказалось, что, ну, допустим, что, ты мне нравишься, да, к примеру, ты мне нравишься, как ты смотришь на то, чтобы мы с тобой, там, попробовали общаться, там, как друзья, да, помимо рабочих моментов, вот. И при наличии согласия уже смотреть на его поведение. Вот. Тем более, что общий у вас вроде как, я понял, есть, то есть, вроде как у вас, ну, есть, вот, есть что-то общее, судя по тому, вот, по крайней мере, что вы описываете. То есть, ну, вот, на мой взгляд, да, то есть, я, понятно дело, что могу ошибаться, понятно дело, что в данном случае могу быть неправ, но вот, пока что выглядит все в таком примерно ключе. Вот. Вы еще используете рабочие вопросы для того, чтобы вывести его на контакт, соответственно, остаетесь постоянно в невидиме, в невидении. Такой тип отношений, на мой взгляд, очень сильно похож на невротический, к сожалению, к сожалению. И мне кажется, что очень важно для вас было бы разобраться в том, как вообще вы относитесь к мужчинам и как вообще у вас выстраиваются отношения с мужчинами в целом. Потому что если с этим у вас есть некоторые трудности, проблемы, с этим у вас есть некоторые проблемы, то, на мой взгляд, необходимо с этим разбираться. Вот. Потому что то, что вы делаете сейчас, вы действительно пребываете больше в определенных иллюзиях, в определенных фантазиях, нежели чем в реальных отношениях. Какой-то вот такой ответ я хотел бы вам дать с точки зрения психологии. Вот. То есть чувствуется, что у вас вот как бы довольно много потребностей, чувствуется, что у вас много энергии, которые вы достаточно слабо отслеживаете и распоряжаетесь. Но понимаете в чем штука? Если вы занимаете более активную позицию в отношениях с мужчиной, за исключением, за исключением, кроме тех моментов, когда вам в этой позиции комфортно, у мужчины нет причин становиться более активным, отчетом. Зачем ему брать на себя ответственность за что-то, если все хорошо. Итак, пожалуйста, отдавайте себе в этом отчет. и последнее. И последнее. Вы пишите, хочу понять, зачем он так себя ведет. Я думаю, вы понимаете, но отказывайтесь это признать. Что для вас значит такое поведение? Вот просто чисто для вас. На это постарайтесь обратить свое внимание. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok